Вот и закончился маршрут. Передал автомобиль владельцу. За новостройки Томска в центре не было, но судя по тем массивам, где идет строительство, будет очень красиво. На улице теплая, тяжелая, вязкая, приторная жара, 30 градусов. Очень душно и высокая влажность, высокая влажность. Сейчас направляемся на автомойку. Я всегда передаю автомобиль в чистом виде, чтобы люди могли проверить, есть повреждение или нет. Предлагаю видеоотчет, чтобы могли посмотреть, в каком режиме, в каком темпе проходил перегон. Манеру вождения. Максимум видеоинформации о том, что произошло за это время. За время движения от Москвы до пункта назначения. Наверно повторю, но город мне понравился своим спокойствием, размеренностью. Нет суеты, нет беготни. Ну, в общем, такой умиротворенный, очень спокойный, тихий город. Вот он набирает скорость, сколько позволяет дорога. Ну, надо полагать, это объездная дорога Томска. С правой стороны за деревьями проходит железная дорога. Слева жилой массив. Движение здесь слабенькое. Люди никуда не спешат. Понравились мне жители города Томска. Я уже говорил, и в магазин заходил, так, немножко на улице общался, ну и в самой гостинице. Впечатление самое положительное. По сравнению с суетой, которая в Москве, это, конечно, черное и белое. Москва, на мой взгляд, это город для молодых, амбициозных людей, которые стремятся что-то сделать, чего-то достигнуть, чего-то достичь. Ну, а вот Томск, Кострома, вот такие не очень большие города, они предназначены наверное, для пенсионеров, для таких, как я. Красивая дорога. Если бы, было бы чуть попасмурнее, было бы, наверное, более зрелищно. Наверное, повторю, об этом говорил уже в прошлой серии, что цены довольно-таки демократичные, приемлемые. зашел в магазин и разница в цене ну, примерно полтора раза ниже, чем вот и на трассе, и в самой Москве. На все. И на продукты питания, и на ну, там, на одежду, на промышленные товары. с правой стороны гаражи, с другой стороны начинается ну, спальный район, скажем так. сейчас заедем, разгрузимся. вот и на автомойку. На автомойку. город достаточно компактный. Все почти все почти рядом. Заезжаем на автомойку. Дороги, конечно, вот они требуют более пристального внимания. спросил, как зимы проходят здесь морозы, холода. вот собственник автомобиля. Как проходят зимы. Ну, нормально, мягкие зимы. Ну, бывает там по 30. мягкие зимы. С левой стороны синяя крыша магазинчик. магазинчик. Так, вот она мойка. помыли хорошо. Ну, чистенькие автомобили. Так, а теперь теперь осмотр автомобиля. осматривали автомобиль в течение наверное 30-40 минут. Примерно, может, чуть поменьше и не засекало время. Претензий, вопросов нет. Остались довольны. И теперь поедем на вокзал. двигаемся на вокзал. Надо купить билет, где-то как-то провести ночь, но это уже незначительно. Это уже не важно. Автомобилем, состоянием автомобиля остался доволен. Ни повреждений, ни каких-то других замечаний нет. Хорошо ускоряется автомобиль. Расход на трассе я обратил внимание примерно 5,9-6 литров на 100 километров. Достаточно экономичная машинка. литрова. И вот такая жара стояла в Томске, как мне сказали ребята, уже неделю, может, даже больше. В то время, как центральной части было довольно-таки прохладно. Что-то плюс 14, плюс 16, дождь, ветер. и в это время в Томске, в Новосибирске вот такая тяжелая влажная липкая жара. хорошая дорога, говорю, мне, например, понравилась. Так, подъезжаем к более оживленному массиву, более оживленному району. кстати, неплохая рыбалка, ягоды. Вот собственник автомобиля занимается рыбалкой. У него лодка, у него все снаряжения. Так, комментарии теперь сообщения, которые поступили. Александр VII благодарит за видео, за труды. Открою секрет, открою тайну. Под Александром VII скрывается Александр Тихонов. Написал мне ВКонтакте, тоже поблагодарил за видео. я обещал ему фотографию, которую он прислал, я должен был разместить на видео, обещал, но партнерская программа посчитала это рекламой. Чтобы не ссориться с ними, я просто устно объявляю, что есть сайт Росавтодор. Отправляясь в дальнюю поездку, вы можете зайти на сайт и детально ознакомиться с каким-то маршрутом. Там пишут, сообщают, где, на каком километре, когда будут проводиться строительно-ремонтные работы. То есть очень много полезной информации на этом сайте вы можете найти. Ну и поищите Александр Тихонов. Зайдите на его страничку, подпишитесь. Человек владеет ситуацией по автодорогам России. Много полезной и нужной информации можно получить у него. Переезд железнодорожный ну и вот интенсивный район Томска. С правой стороны видите идут ремонтные работы. Дорожники расширяют проезжую часть. Город обустраивается. Город как мне кажется приводит в надлежащий вид. Строительная техника. разметка разметка не очень. Но надо полагать будет ремонт дороги. Поэтому тратиться на разметку не посчитали нужным. я говорю что люди здесь мне очень понравились доброжелательные тихие спокойные город умиротворенный живет тихой размеренной своей жизнью. Попадаются и довольно таки часто праворольные автомобили но много и леворольных вот одна из больших улиц города такое выдвижение вот такое движение в Москве я не помню когда было невольно сравниваешь интенсивность движения в других городах с интенсивностью движения в Москве здесь если можно назвать заторы или пробки только на светофоре вот левая роль проскочила и правороль вернее правороль вот она с левой стороны так в основном дома я отобрал это четырех этажные четырех пяти четырех пяти этажные но сейчас идет интенсивное строительство более высотных зданий нужны в Томске или нет судить не берусь просто высотки они увеличивают плотность населения если не проработана программа строительства высоток то возникают проблемы с парковкой со стоянкой но считают нужным строить высотные значит будут предусмотрены может быть подземные стоянки может быть возле дома будут организованы места для автомобилей завершается маршрут это финишная или конечная что ли серия далее размещу очень короткое видео по тестированию CGCAM 6 легенд посмотрите сравните качество видео если будет желание то можете и прокомментировать это видео планирую так чтобы и тем кто просто нуждается в информации о трассе и удовлетворить спрос тех кто просто любуется окружающей природой ландшафтом значит открыть еще один аккаунт и назвать его видео дорог россии 2 там по всей вероятности буду размещать видео без ускорения в реальном времени естественно с комментариями то есть с реальным звуком из окна и из салона автомобиля то есть постоянно будет включен диктофон будет писать все звуки все переговоры которые будут на 15 канале подъезжали ну а размещать все это буду пока на ютубе пока еще не определился со своим сайтом подъезжаем уже к вокзалу я попросил остановить его где-нибудь здесь чтобы до вокзала не проблема там до вокзала дойти но он любезно повез меня там через дворы через по каким-то заколкам чтобы как можно ближе подъехать к вокзалу это трогательно это внимание добрые отношения оно всегда надолго остается в памяти просто вспоминается очень плохой прием в Ижевске просто отвратительный когда владелица пришла принимать автомобиль с сыном он малолетний или пьяный он был или под наркотой хамил дерзил было даже намерение развернуться и уехать опять в Москву если бы не нужно было ехать мне по-моему в Новосибирск там нужно было забирать автомобиль а так бы вернулся ну вот между по дворам между домов старается как можно ближе подъехать к вокзалу трогательное внимание конечно благодарен за это обыкновенный двор достаточно плотно заставлен автомобилями но есть места можно найти место для парковки город Томск 2017 год лето потом подвез меня практически к самому вокзалу там идти буквально метров пятьдесят попрощались тут пожелал ни гвоздя ни жезла и запаса тормозного пути они мне ответили соответствующим добрым пожеланиям дороги ну а сейчас небольшой слайд шоу это вот вокзал площадь привокзальная Томска вид спереди вокзала этот магазин где я затаривался на дорогу это вот снял просто улица это перед вокзалом такой садик небольшой памятник герою Советского Союза это уже на другой день я снимал город Тайга на вокзале и к сожалению видео из окна поезда не будет потому что качество отвратительное подвел меня видеорегистратор ну все на этом я заканчиваю пишите комментарии буду рад ответить других видео всего доброго до позже до